Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших ранах Том Кленс из The Division 2, и в этом видео мы поговорим с вами о петухе. Нет, не об этом, и не об этом, а мы поговорим о петухе, с которым играет большинство скилловых игроков в CSGO, а именно P90. Но так как у нас не CSGO, это у нас Division 2, и поэтому P90 у нас экзотическое оружие, вот с такой вот мошонкой под рукояткой, так сказать. Не сказать бы, что прям очень офигенное оружие, всю его прелесть мы разберем в конце, а для начала поговорим о том, как же получить сей прекрасный петушиный рай, а именно ключи, ящики и... Автомобиль! Нет, нихуя, нам еще нужен чертеж, как раз-таки этого самого P90. И начнем с самого простого, а именно с ключиков. Правда, вот не сказать, чтобы это прям самое простое, я бы даже сказал немного муторное, потому что вам придется бегать по канализации, по подземельям. На карте есть вот такие вот пометки в виде желтой стрелочки вниз направленной, они раскиданы практически по всей карте, и большинство стрелочек вот этих соединены между собой. То есть, по факту, это просто спуск в канализацию, там вы бегаете и находите вот такие вот ящики, которые на стене, такие электрические щитки, и вот в них как раз-таки и валяются вот разные ключи. Почему вот именно я сказал, что это муторно? Потому что ключ может выпасть абсолютно рандомный, как и гиен, как и черных бивней, сынов, изгоев. И вы не предугадаете, какой вам ключ выпадет, а вам нужны именно ключи гиен. Так что запасаемся терпением и бегаем по всей карте, по всем этим местам и находим там ключики. Благо, мест полно, ключиков там тоже будет навалом, и противники там тоже попадаются нечасто. И самое главное, что стоит знать о ключах, это то, что у этих ящиков, точнее щитков вот этих электрических, есть откат. То есть, они приблизительно откатываются, ну, одни сутки, то есть 24 часа. Ну, и теперь мы как раз поговорим о самих этих ящиках гиен, а точнее, местах их спауна. Потому что вам единственное, что нужно, это бегать к ним и открывать их. Что ж, давайте начнем с простых сундуков, а именно тех, которые находятся на миссиях. И два сундука есть на миссии отель Гранд Вашингтон. Первый сундук вы найдете, когда зачистите вот это вот фойе отеля. И пройдете дальше в следующую комнату, подниметесь наверх, зачистите коридор. И сместитесь в один из номеров, и там в ванной будет как раз-таки лежать этот ящик. Второй ящик будет лежать в этой же миссии. Когда вы подниметесь наверх на крышу, уже вам нужно будет перелезть, пойти дальше по миссии. Но вы разворачиваетесь назад, и слева от этой двери будет лежать как раз-таки этот ящик гиен. Следующий ящик вы найдете в миссии торговый центр Джефферсона. Когда вы зачистите гараж, то есть парковку вы спуститесь вниз, в самом конце, справа, за фургонами, вы найдете в углу, как раз-таки будет стоять этот ящик. А теперь небольшое отступление. Именно почему я назвал первыми ящики, которые находятся в миссиях. Потому что те ящики, которые находятся в миссиях, не обязательно открывать именно вам. То есть не обязательно вы можете тратить на них ключи. То есть просто пойдете туда с какими-нибудь союзниками, и они вам откроют его. Но, имейте в виду, эти ящики гиен, так сказать, откатываются 24 часа, как в принципе и ключи. Поэтому, если вы уже один раз открыли его в миссии, и вам не выпала, скажем так, нужная награда, то есть запчасть на П-90, то сколько бы вы раз сюда не ходили, сколько бы тут союзники вам не открывали их, вам все равно он не выпадет. Придется ждать 24 часа. Но это такой, скажем так, лайфхак для ребят, которые не хотят тратить свои ключи. Ну а теперь уже пробежимся по местам, которые находятся в открытом мире, и не обязательно проходить миссии для того, чтобы добраться до них. И первое самое простое место находится справа от нашего белого дома. Есть вот это вот здание. Становимся на угол этого здания. Здесь мы сразу видим лестницу, которая ведет вниз, такую небольшую типа канализацию. Проходим в такой проем, дальше мы видим забор с замком, разламываем замок, и там вот как раз таки и будет стоять этот ящик. Следующие пару ящиков вы найдете, если пойдете по вот этой улице, идя от стадиона District Union, и вам нужен вот этот дом, слева который находится. Бежим по дороге, вот оно наше здание, которое нам нужно, и забегаем здесь вот в такие открытые двери. Пробегаем дальше по коридорчикам, тут никуда сворачивать не нужно, ровненько-ровненько по коридорам бежим. И по выходу из этих коридорчиков попадаем сразу в магазинчик. И нам нужна левая дальняя часть этого магазина. Заходим туда, и видим там как раз таки этот сундук, напротив надписи Night Day. Как только мы его открыли, разворачиваемся на 180 градусов, выбегаем оттуда, откуда прибежали, но не забегаем в эту дверь, а видим слева веревку, и поднимаемся по ней на крышу. Как только поднялись на крышу, идем уже в правый дальний угол, и находим там второй сундук. Блять, что за сундук? Ящик же, тоже мне пират. Йо-хо-хоу, ящик деталей от P90. Ладно, хрен с ним, забыли про пиратство. Следующий ящик у нас находится в здании суда. Это вот это вот здание, телепортируемся на КПП Браво, и выходим из него по левой стороне, заходим прямо вот в ворота, поворачиваем сразу направо, спускаемся по лестнице, опять направо, и тут же видим дверь, и там вот будет стоять наш новый ящик. Следующий ящик вы найдете недалеко отсюда, вам нужно всего-то пробежать одну улицу, и справа между зданий вы найдете такой вот заборчик с замком также. Там как раз-таки находится контейнер со спецтехнологиями. Поднимаетесь туда, я специально оставил контейнер со спецтехнологиями, чтобы не забывать, где он находится. Но ящик Гиен не будет находиться прямо возле контейнера со спецтехнологиями. Вам нужно пройти в дверь, тут же подняться по лестнице, и буквально вот на один уровень выше от контейнера со спецтехнологиями будет стоять этот ящик Гиен. Что ж, следующий сундук у нас находится в Федерал Триэнгл, и если стоять вот где-то на вот этом вот перекрестке между опорным пунктом и точкой Неви Плаза, осмотревшись вокруг, вы увидите вот такую башню с часами, разворачиваясь на 180 градусов от нее, и бежим внутрь в здание. Здесь вот такие вот незаметные, скажем так, двери, которые можно реально пропустить. Пробегаем внутрь, и сразу же поворачиваем налево, поднимаемся по лестнице, сразу же после подъема по лестнице разворачиваемся налево-назад, и бежим по коридорчику, и в конце возле забора с колючей проволокой будет стоять наш ящик Гиен. Ну и еще один третий сундук, который находится в локации Федерал Триэнгл, находится в правой верхней части этой локации, там есть контрольная точка. От этой контрольной точки бежим наверх, и смотрим обязательно на левое здание. Как только увидим здание с желтым фасадом слева, заворачиваемся за него в угол, пробегаем дальше, находим лестницу наверх, поднимаемся по ней, поворачиваем налево, и добегаем до самого конца. И здесь будет еще один ящик Гиен. Ну и что ж, еще один ящик, один из самых простых, на мой взгляд. Этот ящик находится на контрольной точке Ядовитый переулок, которая чуть правее кампуса. Просто телепортируетесь на нее, ну или отбиваете, как я, к примеру. Ну и на втором этаже, на складе, как раз таки и стоит этот ящик. Ну что ж, вот побегав туда-сюда, понасобирав ключиков, пооткрывав ящики, вы насобирали себе три детали П-90, и все, можно идти краптить. Ничего подобного. Вам еще нужен чертежик. Добыть его нужно в миссии штаб-квартира центрального банка. Тут вам внутри миссии нужно выполнить, так сказать, такое небольшое скрытое задание. Когда вы полностью зачистите верхние этажи, вы пробежите мимо ресепшена, и вот в следующей комнате будет огромное количество разнообразных ящиков. И слева на стене вы заметите как раз таки вот такой обычный зеленый опознавательный знак Гиен. Под ним откроете нишу, которая находится за белой панелью. Заберете ключик, спуститесь вниз, пробежитесь еще до хранилищ. Когда вы увидите локацию с огромным количеством решеток и железной дверью в конце, имейте в виду это то место, которое вам нужно. Открываете это огромное хранилище, и сразу же слева будет панель, на которой вы откроете доступ к вот этому ящику, который стоит там вдали. Открываете его, и получаете тот самый чертеж этого П-90. Ну и вот теперь у нас точно есть все для крафта. Переходим на крафтовый станок, крафтим наш П-90, и получаем полнейшее говно. Ибо как по мне, сам П-90, ну, не очень. Стреляет медленно, патронов, да, много, но пока он разгонится, потому что у него есть талант, который позволяет разгонять его скорострельность аж до 60%, казалось бы, офигеть как много. Но, с другой стороны, на испытании, там, черт подери, по магазину уходит на одного противника и восстановить патроны себе. А это второй талант этого П-90, который позволяет за каждое убийство восстанавливать 20% магазина. То есть, по факту, П-90 это оружие, которое само себе заполняет магазин и может стрелять практически без остановки. С одной лишь небольшой оговоркой, что убить противника практически невозможно на уровне сложности испытания. Но, все-таки, он не полностью бесполезен, потому что у него есть талант-болтушка, который распространяется на другое ваше оружие. То есть, на второе. Пока П-90 находится у вас за пазухой, если после убийства противника со второго оружия вы перезарядитесь в течение 5 секунд, то получите буст скорострельности на 20%. Это капец как дохрена. Допустим, если взять вектор, который стреляет со скоростью 1200-1300 выстрелов в минуту, то под бустом скорострельность увеличится, ну, приблизительно до 1500-1600 выстрелов в минуту. Так что я П-90 ношу чисто как усиление основного оружия. И я сразу же предвижу некоторые вопросы, типа, почему ты скрафтил его сейчас, скоро же 5 тир, это тебе заново надо собирать его будет. А я не буду его собирать, он мне нахуй не нужен такой. Единственное, что мне от него нужно, это талант. А этот же талант будет и на 500-ом гире. А другие таланты с него перенести нельзя. По факту я его скрафтил чисто для коллекции. Потом как-нибудь соберу все остальное. Ну, а на этом, друзья, все. Я надеюсь, вам понравилось это видео и оно было полезным. А если оно было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Спасибо. Спасибо.